Дональд Трамп, который был наиболее опасным, он был в публике чардж. Он сказал, что у нас есть друзья, что у нас есть друзья, что у нас есть друзья. Он сказал, что у нас есть инограммы, и у нас есть инограммы. Из-за коронавируса, здесь такая талпа. Трамп пришел. Трамп-человек работал. В основном, мусульманских стран, Киргизстан. В результате, очень много иммигрантных, потому что Трамп, а также коварили чардж. В результате, Байден за это были бы не решить. Абсолютно Мусульманских стран. Это не может быть. Это не может быть. В последние 30 лет назад, Повторяйтесь. ВОСТОРЖЕНИЕ ГОЛОСА ПЕСЕЛИК ВОСТОРЖЕНИЕ СИГНАЛИСКИ Субтитры создавал DimaTorzok 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 отменил. То есть это поможет много тем людям, которые по одной или другой причине приходилось использовать медицинскую помощь от государства или какие-то другие государственные бенефиты. И теперь они все равно могут легализоваться в этой стране, несмотря на то, что они использовали эту государственную помощь. Хорошо, сейчас один уточняющий вопрос. Вы пока подумайте над ответом, а я перевожу ваш ответ. Смотрите, Трамп-то ушел, но трамписты-то остались? Поэтому можно все-таки как-то осторожнее с этими бенефитами тоже. Все-таки. В чем нужно проявлять осторожность? Например, не злоупотреблять, например, фудстэмпами, к примеру, я не знаю, или не злоупотреблять такс-ритуальном. Что именно? Подумайте, пожалуйста, над этим. Потому что все-таки надо быть, я думаю, все-таки осторожнее и особо не злоупотреблять бенефитами, которые выдает Америка. Потому что Трамп все-таки частично был прав, когда он вводил этот закон. Крубатый, друзья, пабло кчерч, что Америка хочет, чтобы в ходу, что иммигранты, грин-карта в Королине олежда, салпинчили кератыш. Канака. Салпинчили кератышу, То есть какие бенефиты желательно все-таки постараться не пользоваться, что если вдруг документы попадут к трамписту? Нет, ну в принципе вы должны пользоваться бенефитами только если есть нужда. Ну это понятно. Америка же такая страна, что мы можем заработать. Вам дают возможность заработать, если у вас есть работа, не пользуйтесь этими бенефитами. Если уже нет абсолютно никакого другого варианта, как, скажем, беременная женщина должна рожать и нет страховки, то есть здесь, понятно, вы ничего не сделаете, но в основном это да, правильно. Если вам не положено или если вы можете избежать использования государственной помощи, получать... Какие бенефиты самые опасные, на которые иммиграционный офицер косо смотрит? Наподобие там футстэмпов, например. Да, в основном финансовая помощь какая-то. Какая? Ну, футстэмпы, если для детей, то можно использовать, многие используют футстэмпы для детей. А вот если семья просто, вот молодая муж и жена, например, а на футстэмпах сидят, например. Ну, это нежелательно. Да, хорошо. А какая финансовая помощь вы, что это финансовая помощь вы имеете ввиду? Ну, social security, какие-то disability benefit. Инвалидность? Инвалидность, если не нужна. То есть это лучше не пользоваться. Страховка тоже, страховка медицинская. Если вы можете купить на маркете, то есть есть options, есть варианты, где можно купить частную страховку, она будет не такая дорогая и избежать... Ну, сейчас страховка, я думаю, проблем медицинской в Нью-Йорке нет, потому что есть Fidelis, поэтому, я думаю, да. Еще? Ну, так, в принципе, все. Значит, аваламбар будет в Америке настолько большое использоваться. Америка будет только в городе, например, как угроза, а также в городе и в хулетах. Но если у нас отыскательство примет, то это страна будет заказать. Например, футстэмп может быть. и очень хорошо. Если у вас есть в Америке, даже если они не знают, и вы не владеешь. Мы не знаем, что мы не знаем, но мы не знаем, что мы не знаем, что мы понимаем. Но тогда, если мы не находимся с верхней мальчиком, но вот эта часть, чтобы это было с вирусом, он был вирус, что поэтому им был вирус. Но для того, что 2-ти копкока один человек в руках и уходов с уходами. Поэтому, конечно, это не будет вирус. Какие-то, если вы вирус на декабря, если вы вирус на декабря, то, что вы можете с вирусом, это может быть вирус, что-то на декабря, вы имеете вирус. Это, конечно, вы все-таки поднялось. Видите о том, что вы можете увидеть на нас, которая очень нужна. Рассказ that я не знаю, что это только в том, сколько мы узлов о котором вы думали, если вы утехали наставку, ли вы осознались от вас. У нас можно указать нам, но если вы у вас хотите их учиться, то вы выражаете, что это удается учиться до конца, а потом вы чтите наopoly. Игра. Игра. Тибия. Благодаря. Большое место. Но в Нью-Йорке есть фиделис. Если вы купите 25 тысяч долларов. То есть, это тибия. Насколько это будет. Игра. Если вы купите 25 тысяч долларов. Если вы купите 50 тысяч долларов. То есть, это будет фиделис. Если вы купите 50 тысяч долларов. Если вы купите 50 тысяч долларов. Да, очень важный момент. До того, как Байден отменил эту паблик чардж. Мы были под законом Трампа. Многие люди подали свои формы. Где надо было прикладывать эту формочку A944. Эту паблик чардж форму. Где надо было писать все свои долги. Своё банкротство, если вы подавали. Рассказывать, если вы использовались этой помощью медицинской. Если люди подали. И они получили запрос на эту информацию дополнительную. Вы можете уже на это не отвечать. Если же вам отказали уже. Из-за того, что эта информация была не предоставлена. Есть вариант, как приоткрыть эти дела. Потому что сейчас этот закон уже не в силе. И если вам отказали. Только из-за того, что не была предоставлена эта финансовая информация. Есть варианты, как мы можем помочь приоткрыть эти дела. Которые были отказаны. Да. Хорбатые друзья. Думаю. 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 Отлично. Итак. Следующий вопрос. Тест на гражданство. Здесь Трамп хотел его усложнить. Есть 100 вопросов, которые меняются каждый год. Там они не все меняются. Там чем-то взаимодополняются. Вот. Трамп хотел его усложнить, если не ошибаюсь. Вот. Какова ситуация с этим? И еще очень часто задает вопрос. Сколько нужно прожить на территории США в законном статусе, чтобы уже можно было подавать на гражданство? Подумайте над ответами, а я пока переведу вопросы. А Кенге, Масаля, демек, в паралеке, альш-чун, Америка, кошмаши тарды, Сыдлер, демек, юста савальге, джоб берештилер керек боляда. Лекен, манашу юста савальге, демек, юста савальна, Трамп салкинерах поймавчии-да, був вазият, кандохазр. В америка кошмаши тарды, каньчевахт, ауанд яща си лекерек, монашю в, королии, не а лишь учен. Легал статус тарбате, монашю тавал хады, демек, манбирболдом стене, Уады дан джобаны, иштамыс. Пожалуйста. Да, Трамп-таки да, усложнил законы, добавились вопросы, усложнились вопросы. Но, новый президент, как он и обещал, что будет отменять все указы Трампа, также отменил этот новый тест на гражданство. То есть начиная, если вы подавали во время Трампа, когда он ввел этот новый закон, что было буквально несколько месяцев до того, как он ушел с офиса, вам на сегодняшний день дают выбор. Вы или можете, если вы учили старые его опросы, вы можете по ним сдавать, если вы учили новые, вы можете сдавать по новому закону. Но начиная с 19 апреля, сейчас будет только вступать, возвращается на тест, который был до Трампа. Это старый тест 2000 года, то есть все вопросы, такие, как раньше были, такие и будут. Новый закон, который был Трамп, новый тест, который был Трамп, отменяется. Хорошо. А по поводу второй половины вопросов, пока подумаем, сейчас переведу. Дмитрий Николай, что это не так, что это не так, что это не так, что в этом году. если вы хотите ее создать, например, можно создать самую постройку, если вы просто не хотите ее, то есть какие системы, если вы хотите к инировой сомнение, или если вы хотите эту самую систему, это значит что она создает самую постройку, но на 19 апреля 2002 года то есть все тесты с ESК, которые у нас были 10 сомнение сомнение, за что вы можете получить самую постройку. Итак, напоминаю вопрос, сколько мы должны легально прожить в Америке для получения гражданства? Для того, чтобы получить гражданство, это или три года, или пять лет. Три года для людей, которые находятся в браке с гражданами Америки. Любой другой вид Green Card вы должны ждать пять лет. Вы можете подавать за 90 дней до этого срока. То есть четыре года и девять месяцев, или два года и девять месяцев после получения грин-карты. То есть три года или пять года вы должны ждать грин-карты. То есть это когда можно подавать, но также надо понимать время пребывания в Америке, сколько вы должны здесь находиться. То есть это разные концепции. То есть для того, чтобы подать на гражданство, вы должны показать, что в общей сумме вы находились большую часть времени на территории Америки. То есть если мы говорим про гражданство через пять лет, вы должны в общей сумме быть два с половиной года. А если три года, значит полтора года. И это может быть, это по-разному может быть. Вы, может, первые два года в основном, скажем, находитесь в Узбекистане и только сюда приезжаете на недельку. А потом последние три года вы только здесь живете. То есть главное, чтобы в общей сумме у вас было два с половиной года. Независимо от того, как вы их насобирали. Понятно. Хорошо. Даже если по частям, да? Да. Даже если по частям, даже если первые два с половиной года, скажем, вы большее время проводили за территорией Америки. Но вторые два с половиной года вы здесь, вы все равно можете подавать на гражданство. Хорошо. Итак, значит, мы требуем между вами в истории. С ним является что-то не так, чтобы жить в Узбекистане. Вообще, какая-то женщина вы будете жить в Узбекистане. Если вы, я не знаю, как я говорю в Узбекистане, вы уже не бежите в Узбекистане, Вы, если вы были в Узбекистане, что, что-то, может быть, 20 лет, Но если вы не обладаете, в Америке все урожайся в области, то это будет 10 лет. Если вы урожаете 3 лет, то это будет 10 лет. Если вы не обладаете грин-карт, то это будет 12 лет. Хорошо. Следующий вопрос. Открываются ли иммиграционные суды? Как они сейчас работают? В основном все иммиграционные суды уже открылись. Только не Нью-Йорк по какой-то причине. Нью-Йорковский суд продолжает. Но они считают, что из-за коронавируса им еще рано открываться. Так как здесь такая толпа людей каждый день приходит. Но обещают с 15 мая будет открываться. В основном во всех других штатах иммиграционные суды уже открыты. И слушание, да, происходит. И дают вариант, возможность людям, которые боятся из-за коронавируса, вживую туда приходить. Можно делать запросы, чтобы слушание было по видео. Через Zoom? Через Zoom, через Webex. То есть это вариант, который многим людям нравится. Это не такое нервное состояние. Да, из дома. То есть вот такой сейчас процесс. Да. Да. Значит, у всех американских штатах иммиграционные суды открыты. Но у нас в Нью-Йорке не открыты. Значит, у нас не открыты. Значит, у нас в 15 мая началось в Нью-Йорке. У нас в 15 мая началось иммиграционные суды открыты. По словам, если у нас на него воздак�, то есть это пакет. Да, поэтому это для того, что коронавируса есть. Потому что коронавируса есть. ВEA в мире, в Америке, в видеох HD. Потому что зум или прочие приложения, это будет суть. Это очень хорошо. Потому что суть в Кирпгене, это суть в Кирпгене. Суть в Кирпгене, это суть в Хамзат театре, Линкольн маркер, метрополитен ампера. В этом месте эта атмосфера будет подниматься. Поэтому зум, если у вас будет суть в виде, то суть в суть вон будет. Потому что в этот день в день в день в Азии не может быть в катастрофе. Поэтому, если вы хотите, то в том, что вы хотите иммиграционные суды. В общем, вы хотите иммиграционные суды, то есть в виде видео. Так, ничего дополнительного не хотите? А, поэтому, дополнительный. Отлично. Тогда следующий вопрос. Какие указы Трампа на сегодняшний день Байден отменил? Какие формулы Трампа на сегодняшний день? Ну, мы некоторые уже обсудили, то есть это Public Charge, это закон. Также отменяется, что называется Mexico Protection Protocol, MPP. Это программа Трампа, которую он начал для людей, которые заезжают через границу и заставлял их ждать в лагерях на территории Мексики. То есть это довольно-таки была жестокая программа, потому что люди должны были находиться в очень таких нечеловеческих условиях на территории Мексики. То есть на сегодняшний день это отменили. Если человек заход через границу и просит политубежище, и у него есть какие-то веские причины и основания, то вам дадут возможность представить ваше дело на территории Америки. То есть это важно. Хорошо, что он сказал. Значит, мы с этим нечеловечески будем говорить, что Мексики на территории Америки, которые заходили в Америку, что заходили в Америке. А также другие были законы по отмене политубежища тем людям, которые заехали через границу. Трамп пытался ввести закон, указ президента, что если вы нелегально заехали, вам не положено политубежища. Это отменили. Отменили также указ, который Трамп делал, назывался expedited removal, что значит, если вас ловили на расстоянии 100 мил от границы с Мексикой, вас могли вернуть просто назад без слушания, без депортации, просто поймать и выкинуть, то есть это тоже процесс отменили. Так, секундочку, да, чтобы я... Вы по поводу 100 миль вы сказали, да? Да. Сейчас давай указы перейду. Думаю, кингисы, кем нақолы нынешний дэрз, даби, кирки гэмбосы, улерге сиаси бошпатин берилмасы, деген фарманны Трамп чыгазгэндэ. Бу фарманны хам, демэк, Байдэн бэк архилдэ. Ва кингисы, Мексикаблэн, Американ чигэрэссэдэ, ошэ, 100 милэ, демэк, атрофы дэ, демэк, агэрдэ, ошэрдэ адамы тучуа гэмбосы, демэк, бэк, юнгэ, их чыган кабар, югканят берілмедэ, америкой кирэшбэйчэ, вау шындахан ушэ, жайдан, кайтары департатси кыльнады, болды, департатси кыльнады. Вау шыныхэ фарман бар, еды, трамп тамандэ, бүл фарман хам, оларды, ек кыльнда, байдэн таманады. Ну, также отменили Muslim Ben, то есть этого запрет въезда в Америку граждан этих, в основном мусульманских стран, включая Кыргызстан, то есть этот Ben отменил он сразу. И второй Ben он отменил, Трамп не разрешал въезд людям по рабочим визам, рабочие визы, рабочие грин-карты, то есть это все было приостановлено уже сколько, уже полтора года с момента начала коронавируса, эти все визы приостановили, на сегодняшний день это буквально две недели назад Байден отменил, то есть уже разрешается въезд по этим визам. Другой вопрос, если ваше консульство открыто, что в Узбекистане на сегодняшний день закрыто, а не только мы с ними работаем и отвечают, что да, мы знаем, что Байден снял этот запрет, но у нас с них пытается сейчас время рассмотреть все эти вопросы. А когда примерно откроют мне эти консульства, то у меня есть вопрос, в Инстаграме каждый день пасимдот раздают. Да, я надеюсь скоро, но пока не отвечаю, что только рассматривают иммигрант визы гражданам в Америке, то есть граждане Америки, которые подают на своих супругов, на своих детей, это рассматривается, а другие, они пишут только у меня emergency ситуация, но они знают, что они... Понятно. Следующий вопрос по поводу рабочих виз. Вообще их очень не любил Трамп. Он говорил, что в Америке достаточно талантов, что зачем нам нужны из других стран рабочие, вот, если не ошибаюсь, то Байден возобновляет процесс выдачи рабочих виз, да? Да, это возобновляется. Сейчас, секундочку, я сейчас передаю вопрос. Да, это возобновляется, но очень важный момент, который я хочу объяснить, я вижу многие здесь спрашивают, как получить рабочую визу в Америку, это очень важный пункт. В Америке не выдают обычную рабочую визу, так просто приехать и искать работу, такого не существует. Здесь выдается виза рабочая, если у вас уже есть работодатель, что в принципе немножко по-глупому, как человек без рабочей визы приедет искать работодателя, но так она работает, то есть нет варианта в основном. Мы не говорим, если вы экстраординарный человек, который Америка хочет здесь иметь, это да, это можно без работодателя, но все остальные визы требуют компанию, которая будет заинтересована вас спонсировать и будет заинтересована вас привезти. То есть многие вопросы, в основном, которые мы получаем, как мне сделать рабочую визу и приехать и искать сюда работу, такого варианта ценности нет. То есть, значит, в основном, нет визы, если вы получаете работу визу, то есть вы получаете воду, то есть вы получаете работу в США. То есть, возможно, нет визы. То есть это не такая варианта. Где варианты? Вы Американцы выполняли заявление о Веринской Америке. И если у вас окончили работу, то вы получите работу в нашу грешу. Если вы получите работу вебинар, вы получите работу в Визу. И для этого выполняет работу в Америке, и они работают работу в компании. Почему? Да. Умами ищут визы в Берлимиде. Америка пошла в тарге. Все? Да. Следующий вопрос. Что там творится на границе? Говорят, там кризис. Я смотрел новости. По этому поводу, пожалуйста, ваши комментарии. Я как раз переведу. Мексика, Блэнбурган и Чи городов, когда кризис в Азербайджане. Да, на границе действительно, там сейчас идет наплыв иммигрантов. Думайте, как Байден стал президентом, будет всем легче заехать. Ну и там другие причины тоже. Коронавирус в Латинской Америке, который, если здесь тяжело людям, там вообще безработица, нет вакцин и всего остального. И действительно думают, что если новый президент, у них большие шансы заехать. Это не так. Ну, в принципе, ситуация улучшилась. Более относятся гуманитарно к людям, которые просят политубежища. Если у вас есть причины, по которым вы боитесь въехать сюда, вас запустят. Так же женщины с детьми, в принципе, не задерживают, а впускают. Поэтому образовался такой наплыв нелегалов. И администрация сейчас пытается с этим как-то разобраться. Да. Да. Так. Да. 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 И последний вопрос. Что насчет интервью в иммиграционных службах? Что все на общих основаниях, все началось как раньше, до пандемии или как? Сейчас я первый вопрос. Так что иммиграционных службах не было интервью, потому что в пандемии не было много проблем. Так что интервью в пандемии не было много проблем, но не было много проблем. Пожалуйста. Да. Интервью возобновились. Все так, как было раньше. Буквально сегодня утром я был на интервью. Сейчас уже много вопросов. У пар спрашивают про, как вы коронавирус пережили вместе, когда у вас были вакцины, какая у вас вакцина. То есть у них сейчас вопросы по этому мотиву. Так это же наоборот хорошо, легче. Да. Ну да. Если люди вместе живут, друг друга знают, у них это будет информация. Ну да, так, в принципе, и иммиграционные службы открыты, интервью проходят. Да, это сейчас немножко дольше занимает. Из-за того, что если раньше они могли назначать там 40-50 аппортментов в день, сейчас они назначают 10. Поэтому все намного медленнее, но движется. Поезд двинулся. Да. То есть, все интервью начали. Коронавирус не было темпы. Потому что коронавирус не было. Потому что коронавирус не было. В Нью-Йорке есть много людей. Но, например, если революционные ходят они были в украине, то в других путешествиях, если они пришли, то они застали, они не были отб Guinea-Вакцины. Вот они были в украшении, они были отберы. Однако, если они подошли в украшении, вот они были в украшении, Есть что дополнить? Нет. Значит, ожидает нас в ближайшее время какие-то еще иммиграционные новости? Ну, президент Байден послал закон «Большие изменения в иммиграционную систему», самые большие за последние 30 лет. Этот закон уже, да, подготовлен президентом, и он послал его в Конгресс на рассмотрение. Будет он принят или нет, это как бы неизвестно. Мое личное время, что мнение, маловероятно, что они его пропустят через Конгресс. Потом республиканцы категорически против? Да, республиканцы и некоторые демократы против. Полная легализация всех нелегалов, которые здесь живут. Я не думаю, что они в этой форме его пропустят, но какие-то изменения, да, будут вводиться, или они этот закон по частям разобьют, и будут или большевиз давать, или какие-то другие способы легализации. Поэтому я думаю, что, да, будут изменения довольно-таки скоро. Да, да, это 12 миллионов нелегалов, которые были, это по поводу них. Да. Демок, Байден вадебергенеде, президент Буганекиен, Америкадаги 12 миллион-тен на конунинтер, дешевет, имигранты, бар. О, шелерге, бұлланын на конунинераштарш бойчай. Уwhile мы мы будем брать информацию. Б thee и mother. Семей же в ответ, к чему-то не podemos что-то убрать. Из-за того, что республиканскому globalον на конунине населиться и уникальное Oberlle prakt vestib'e, ва енгеликлер албат табу лишь керек урбан бас манашу суббат на давать рамы значит как они уйдут эти изменения мы обязательно с вами еще раз встретимся и проведем подобный интервью да обязательно хорбатый достар уж бу интервью уж вы сходите я комбаса илтамас битка лайк за данный гриб кица вагат дефайк вран азарбан холда и в затопотом без янги кита канавар мистер отбек интервью ва мистер дефайк таймс вердесдер демек интервью канавыда инг кызы хорбатый суббатаны корешили мукун таймс канавыдайсы премьера ва демек халы копилар доомыда таярлеген видеоларны архив видеоларны томашек лешенгесе мукун ва албат да біздіна манашу асаси мистер отбек тиви канала агарда манашу канала га обна босилер демек хар сафар демек харбар видеодан седан хавардах болешили мукун бойыншун седан мақыли шейдер керек манашу виджонатеге де кызыл тегбача бар узбек тилле азылген ау бұны бөліш рус тилле азылген подписа аксақ ингелис тілі субскрайб ошан шын ақына бас көйтейлер ауды конғар акчаен бар бұны айм бас көйтейлер демек хар сафар біз янги видео көгенпайтыңызды седерге хушқа бар кереді мистер отбек тиви канала да янги видео көйлі де деме емдерден мистер отбек тиви канала да хамды стэнлис матрицкины офисыды корешканды корешкунчу салават буриллах кередің measurementебі кередескенkur сіздер уρά ырландар в ырландар аズірген медді